Марина, только что, буквально 5 минут назад закончилась постановка. Какие впечатления? Ой, ну, давайте пойти варить. Давайте пойти. Ну, как-то все это выразено в одной инсталляции Кабакова. Что как-то называлось, точно не помню, но что-то такое. Человек улетел из коммуналки в ходе. Мне кажется, этот спектакль к себе должен быть очень близок. Как тут все, и голос, и синхронизация, и какие-то болезни, фобии, смирение в том числе. Синхронизация всех. Как какое-то переступить через себя, что-то превозмочь, все-таки какое-то одиночество. Как ты себя чувствовала, смотря на все это? Чувствовала какой-то кадр. Был, да? Звание. Что именно? Чем тебя эта постановка изменила твою жизнь? Не знаю, изменила ли, но она... Абсолютно. Ну, я пока все это не могу спрашивать. Ну, то есть ты можешь советовать всем, у кого есть возможность увидеть этот спектакль? Ну, может быть, сравните его с фильмом. Потому что фильм я смотрела давно и плохо помню. Ну, не будем сравнивать. Не было этой семьи такой стемнящики, такой этой атмосферы. То есть была, все-таки тебя задело, то есть этой человечности. Именно ты смеялась над тем, что ты сказала, что Липаж великий гуманист, а все с ней сказочник. Нет, ты говоришь, это новаторство. В чем его новаторство? Ну, потому что, мне кажется, гуманизм не в моде, все-таки не в тренде. Ну, почему гуманизм всегда в моде? Просто его так все по-разному понимают, такое слово «затаскивание». Ну, а ты бы сказала, в чем это оригинальность этого языка? Ну, в каком-то синтезе, во-первых, этих минималистских конструкций, которые постоянно трактором смутируют. В то же время такая кинематографичность, вот этот такой туннель, все это, как этот лифт, буквально этот рисунок. Вроде бы все просто, но в то же время так сложно. Ну, это фантомима, которую он изображает. Ну, что же этот брат, который состоит в прогнозе погоды? Это какой-то его, не знаю, хайлайт жизненный, когда он там входит в эту фантомиму. Обратная сторона такого персонажа. И как он проскальзывал в этот люк, вот этот, как ты сказала, аквариум с этой рыбкой. Это что, окно в другой мир как-то это все? Ну, это и люк самолета, это и... Земля в иллюминаторе видна. Это и время, да, какие-то парадоксы времени. То есть мы все время опаздываем, да, такие наложения, такие лептинки. Ну, да. Нет, ну это вообще какие-то парадоксы, как бы там времени. Я не знаю, не знаю, почему он был одержим именно людей, полет в космос. Как и мать Бажена, все-таки тема космоса себя тоже преследует. Ну и все-таки параллели с Баженой. Ведь там уже важна мысль, что космос это поиск гармонии. То есть космонавт это навигатор, поиск... Что он ищет красоту. Я думаю, что это не гармония, это поиск высоты. Да, за пределом же говорит, что мы должны как бы без оглядки на самих себя строить там... Я не поняла, что такое лифт Циолковского в его понимании. Что он сказал? Лифт Циолковского мы должны строить на обратной стороне Луны, от которой не видна Земля. Да, то есть как бы освобождаться от каких-то идентификаций, которые... В том числе от родительских, которые нам заслоняют. Вход в пустоту. Вход в пустоту. Ты уже цитируешь другие фильмы. Он сам говорил нам, что это проходит. Все-таки актер, конечно, его такая... Да, да. Абсолютно Ивжак тебя поразил. Поразил, конечно. Есть такие регистры. Регистры, конечно, все, чего у тебя нет, мне кажется... Я просто видел такой... Без заглядки на меня. Этот спектакль «Темная сторона» Марины Сеуновой и Агаповой. Нет? Ну, возможно, не только меня. Это как-то, наверное, все свои... И материнство. И какая-то боль такая, вот стремление к чему-то. Ну, да, материнство, которое такое, с другой стороны, кастрирующее, видимо, этих детей. С другой стороны, оно их... Застревание. Застревание в скопах, стены позора. Ну, да, мне даже показалось в какой-то момент, что когда вот эти там... Когда ему делают сканирование мозга, и там какие-то проекции детских, которые знали, увидели таких фильмов, пишут эти дети. Мне тоже показалось, что я смотрю на своих детей как на какого-то проект, ну, какого-то фильма. Не могу возить в эту роль материнство. Угу. Ну, то есть ты как-то будешь думать еще о том, что ты увидела сегодня? Да, да. Буду, буду, да. Угу. Ну, хорошо, через некоторое время мы сделаем еще одно интервью. О-хо-хо! То есть ты, конечно, не жалеешь об этом дне, то есть это, мне кажется, хайлайт абсолютно. Я думала, что я усну как-то вначале, но потом как-то я наоборот как-то... Воспряла абсолютно. Да, воспряла. Все-таки здесь ты увидела Руфуса Вейнрайта в этом зале. Это для тебя Nokia концертный зал? Такое место знаковое. Да. Ну, я не знаю, если зал, но Руфус, да, тогда он поразил меня. Тоже мрачный. Тоже мрачный. Голос и посвящение мастерин. Да, и смерть мастерин. То есть опять-таки схожие темы. Канада все-таки, Лепаш, Руфус тоже. Все проучало, да. Все проучало. Нашло в тебе отзвук? Буквально срезонировало? Эти голоса теперь... Да, поскольку все события как таковые, даже если бы не без тебя было срезонировано. Голоса зовут тебя. Благодарю. Увидимся. Шампанское льется, как из ведра. День рождения Эвы. Второй спектакль Робера Лепажа. Увидимся. Спасибо, Марина.